Историческая судьба нашего Гордейского края связана с его географическим положением. Когда-то он был пограничным и на его землях на протяжении веков решались территориальные споры между Россией, Литвой и Польшей. Со второй половины XIV века в значительной части брянских земель территория нынешнего Гордейского района вошла в состав Литовского княжеского. С 1503 года наши земли отошли к московскому государству, но через 115 лет по Диуринскому соглашению 1618 года на некоторое время они опять отходят в Польшу. На месте нынешней Гордейки в XV-XVI веках еще не было поселения, но место это приглянулось одному из влиятельных поляков – Чижу. Вокруг шумел лес, в них обилие животных, в дуплах деревьев водились пчелы. Небольшая, но полноводная речушка-поконка баловала без обилия рыбов и решил здесь поляк Чиж завести в углу. Построил несколько хат, поселил в них работников-людей и начал выпускать фатаги – белый зернистый порошок, обладающий щелочными свойствами. Для его получения жгли деревья и кустарники. В десятки лет Будда давала доход своему владельцу, и только спустя значительное время поляк Чиж прекратил барбарское истребление леса у реки Поконки. В 1702 году полковский писарь Гордей Носикевич на реке Поконки поселился на воду и дал ей свое имя. С каждым годом росло старшинство земледелия. Казацкий старшина получил земли в связи со служебным положением и в форме вечного владения, которое жаловалось за определенные заслуги или близость в Ветмане. Особенно много их раздал Ветман Назепа. 20 ноября 1704 года он издал особый универсал, по которому стародубскому полковнику писарю Гордей Носикевичу разрешилось занять греблю на реке Поконки. На этой гребле по силе в воде мельницу построил. В соответствии с универсалом Гордей Савич Носикевич поселил на реке Поконки в Слободу, которая в народе стала называться его именем – Слобода Гордеева Будда. Шло время, шли года, десятилетия. И со временем Слобода Гордеева Будда стала называться просто Гордеевкой. После смерти основателя Гордеевка перешла к его сыну Петру Носикевичу. История села Гордеевки имеет связь с таким событием, как персидский поход Петра I в 1722 году к берегам Каспии. Отправляясь туда, Петр Носикевич написал завещание. В моем случае, в моей смерти Гордеевку, завещаю своему двоюродному брату Федору Ширяю, дабы он, пан Ширяй, за душу мою Петра Носикевича, по христианскому обычаю, поминовению учинил и долги кредитами уплатил. Петр Носикевич из похода не вернулся. Ширяи расширяли свои земельные владения, на которых вскоре основали Великий Бор, Нешчу, Поповку, Рудневоробьевку, Колыбели и Даниловку. Сам Данила поселился в Гордеевке и, как отличается в издании XIX века, устроил здесь богатую усадьбу с домом осеннадцати покоя. В 1767 году была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1874 году в Гордеевке открылась церковная приходская школа. Герб Гордеевского района является официальным символом муниципального образования Гордеевского района Брянской области Российской Федерации. Герб внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. История Гордеевской земли началась с XIV столетия. Более 300 лет существует центр района села Гордеевка. Символика Фергур Герба многообразный. Все фигуры Герба символизируют лучшие черты местных жителей. Пчела – символ трудолюбия, порядка, бережливости и усердия. Дуб – символ крепости, доголития, гражданского мужества и воинской доблести. Золото – символ богатства, стабильности и урожая. Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Зеленый цвет – символ земли и травы. Флаг Гордеевского муниципального района Брянской области Российской Федерации. Это прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2 на 3, несущее вдоль нижнего края белую полосу. В одну четвертую ширины – полотнище. Посредине полотнища воспроизведено желтое стилизованное изображение с корнями. Низ изображения дуба расположен на фоне белой полосы, имея красный цвет. Вблизи верхнего края полотнища по сторонам от дуба расположены желто-белые изображения пчел по одной с каждой стороны. Примечательные особенности Гордеевского края. В двух километрах от села Гордеевки расположен святой источник Поповская Креница. На краю деревни Черный Ручей Гордеевского района Брянской области есть интересное место. Это святой источник Черноручейская Креница с поклонным крестом, преницей и купельным. В поселке Белеца есть святой источник. Воданем действительно вкусно и ценится своими качествами. Не только вокруг, но и за ее пределами. В райцентре сохранились памятники архитектуры. В селе Гордеевка церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В деревне Кузнецы церковь Пахрова Пресвятой Богородицы. В селе Великий Борг церковь Вознесения Господня Христова. В каждом селе находятся братские могилы и захоронения воинов, партизан и мирных жителей. Также у нас в Гордеевке имеются два фонтана. Они работают, куда приходят отдыхать люди с семьями.